Добрый день, дорогие друзья! С вами Наталья Кондратенко, врач-терапевт-нутрициолог и я приветствую вас на своем YouTube-канале. Тема сегодняшнего видео это бифидозаврики или полезная микрофлора для детей. Поэтому у меня такой динозаврик, это игрушка моей дочки. Мы подробно разберем, зачем нужна полезная микрофлора, почитаем состав и покажу, как выглядят эти интересные таблетки. Итак, кратко сначала расскажу о показаниях, кому мы даем бифидозаврики. Мы можем дать абсолютно любому ребенку, но особенное внимание мы уделяем таким категориям. Это детки, которые рожденные после кесарево сечения. Детки, которые родились недоношенными или которые родились в срок, но родились низкой массой тела. Дети, которые часто болеют, например, бронхиты, аденоиды, очень часто у детей отиты. Тут бифидозаврики идут в комплексном лечении. Конечно, не одними бифидозавриками всегда, почти всегда это сопровождает основную программу. Также дети, которые находились на искусственном скармливании для того, чтобы у них формировалась нормальная микрофлора. Всем детям показано, когда дети меняют рацион питания. Когда это происходит? Это когда переезды, например, летние каникулы, отправляемся к бабушке. Когда дети идут первый раз в школу, адаптируются к школьному питанию. Когда детки идут в садик, тогда мы тоже даем бифидозаврики. Во время лечения антибиотиками, также когда дети длительно, особенно в ранние периоды, в ранний период жизни принимали антибиотики и у них сформировалась чуть-чуть другая микрофлора, об этом я скажу чуть-чуть дальше, чем у здоровых детей. Тогда тоже будет полезно бифидозаврика. При любых расстройствах поведения, причем вот расстройствах, да, я в кавычках говорю, да, это может быть просто плохого настроения, вы заметили, что с ребенком что-то не то, до таких серьезных диагнозов, как неврологических или психиатрических. Но, внимание, тут мы, конечно, мы не корригируем назначение детского психиатра или невролога, мы просто регулируем желудочно-кишечный тракт ребенка. Мы добиваемся, чтобы был ежедневный стул, чтобы стул был нормальной консистенцией. Мы запитываем нервную систему ребенка лецитином омега и мы видим действительно такие чудесные изменения, которые происходят, которые, как бы, как я говорю, чудо по плану, да, они запланированы. И в связи с этим хочу рассказать о книжке, есть такая книжка «Кишечник и мозг». Она, чем эта книжка особенно, она написана именно неврологами, то есть неврологи это невропатологи. Очень много хороших, научно-популярных книжек написано врачами, ну, вы, наверное, уже знаете, да, кто смотрит мои видео, вот, но эта вот книжка написана неврологами. И действительно, тут есть очень такая вот большая доказательная база, ссылочку я и на эту книжку, и на цитату, которую я буду приводить, оставлю под описанием на ютубе. И вот часто, да, там говорят, а где, кто это сказал, да, ну, вот практические врачи, они, как бы, не совсем нуждаются в подтверждении, они видят это на практике. Если из года в год я вижу пациентов, то уже, как бы, ну, как бы мне не надо это доказывать, ну, ради интереса, ради, там, научных исследований. Тут целая в конце, вот видите, сколько много всего, ссылка на доказательную медицину. Очень советую эту книжку, потому что тут такие взаимосвязи, которые, с одной стороны, уже на данный момент всем очевидны, с другой стороны, есть еще некоторые люди, которые говорят, а при чем, при чем, если у нас там ребенок, допустим, как-то не так себя ведет, или частые простудные заболевания, мы же будем лечить именно дыхательную систему, а не ваш кишечник, да, вернее, наш кишечник. Поэтому такое лирическое, как всегда, я люблю отступление, очень-очень-очень рекомендую эту книжку. Итак, это были краткие такие показания, также я их приведу в описании, ну, давайте тогда рассматривать упаковку. Самое интересное, что кидается в глаза, что это жевательные таблетки, поэтому они подойдут деткам, имеют очень приятный такой вкус и очень деткам нравится. Моя дочка очень любит, когда она не ест долгое время бифидозаврики, она говорит, мама, почему ты мне не даешь бифидозаврики? Она уже выучила все названия, поэтому она так уже и требует. И предвижу вопрос, вот что жевательный, раз мы жуем, ребенок жует, то есть доходят ли они там в кишечник в таком составе, там не подвергаются ли они, не подвергаются ли они изменениям в желудочном соке. И тут два момента, что у детей кислотность желудочного сока немножечко меньше, чем у взрослых. Это частично объясняется, почему даже паразиты, глисты у детей чаще. Да, конечно, дети не так часто моют руки, как взрослые, все, несут в рот. Это с одной стороны, с другой стороны, все же таки кислотность желудочного сока меньше, поэтому у детей, образно говоря, больше проходит, меньше обезвреживаются вредные вещества, и больше бактерий вредных выживает в желудке, идет дальше, вызывает заболевания. Поэтому это с одной стороны, это полезные микробы, это не вредные. С другой стороны, тут входят такие бактерии, которые кислота устойчивы. И бактерии полезные, которые еще называются пробиотики, подобраны с учетом именно детской микрофлоры. Если мы рассмотрим состав, вот тут первое, что написано, это бифидобактерия инфантис. Инфантис в переводе с латыни, это значит инфант, новорожденный ребенок. То есть вот эта полезная микроба, скажем так, она очень характерна для новорожденных, для новорожденных и для детей первого года жизни. Поэтому ее сюда положили. Второе, это бифидобактерия лонгу. Лонг это по-латыни длинные, такие длинные бифидобактерии, и это очень полезные и ценные бактерии. Сейчас я приведу цитату, также ссылочка будет в описании, что бифидобактерия лонгум является одной из первых колонизаторов стерильного пищеварительного тракта у новорожденных. И преобладает у детей, которые находятся на естественном скармливании. А у детей, которые на искусственном скармливании, там преобладает другая микрофлора. И детки, которые искусственно вскармливались, и это были такие исследования, что они более предрасположены к хроническим воспалениям кишечника, что вызывает поносы и аллергии. И вот тут тоже внимание, предрасположенность, это не значит, что это обязательно будет. Это просто какой-то процент риска, это предрасположенность. Но все же мы умные, да, и чтобы не допустить этого, мы делаем профилактику. То есть мы не только принимаем бифидобактерии, а и делаем деабилитацию желудочно-кишечного тракта. Как это делается у детей, у меня есть отдельное видео на канале. Вот тут будет ссылочка, пожалуйста, проходите и смотрите. Также входят в состав лактобактерии двух видов. Причем лактобактерии, они также устойчивы к желудочному соку, то есть кислой среде. Остальные, как и еще другие ингредиенты, на вкус сладкие, но сахара нет. За место сахара тут входит, сейчас камера наведется, давайте, чтобы посмотреть. Так, минуточку. Вот все, сорбитол, манитол, фруктоза, фруктоолигосахариды. Вот эти все вещества, они придают сладкий вкус и являются одновременно питанием для вот этих полезных микробов, которые находятся в жевательной таблетке. Также апельсиновый сок-концентрат на вкус, ну, чуть-чуть апельсина, я бы не сказала. Вот апельсиновый вкус больше выраженный даже чуть-чуть такой легкой горчинкой веских витаминов. В витазавриках, вот тут мы больше, ну, лично я слышу больше апельсин. Обзор детских витаминов также есть на моем канале, можете перейти. Моя дочка любит больше бифидозаврики за счет такого вот сладкого вкуса. Но, ну, так же, вот, то есть, но вкусы не то, что меняются, да, но, допустим, когда она долго принимает бифидозаврики, она говорит, так, стоп, мама, я уже соскучилась. Я хочу там или пыльцу, или я хочу витамины, то есть, как-то, ну, ко всему привыкается, да. Так, стандарт GMP и срок годности мы смотрим на боковой поверхности. Срок годности 2 года. Особые указания. Упаковку можно хранить при комнатной температуре, при обычной температуре, но когда вы ее открыли, обязательно в холодильнике. И вот тут сказано, что хранить при температуре 0 градусов. Не знаю ли, есть в моем холодильнике 0, да, не выше, не выше 0 градусов. То есть, обязательно в холодильнике и можно чем подальше. Не так, как хлорофилл на дверце, а там, где у вас 0 или около 0. Специальный такой замочек, чтобы ребенок не открыл. Он же есть и на детских витаминах. И открываем. Мы уже почти все выпили, поэтому, вернее, проживали, проживали. Смотрите. Так, вот такие красивые у нас динозаврики. Они вот разные остались. Так, давайте, давайте смотреть. Вот, камера чуть-чуть схватила, да, так выбито. Выбито. И вот это вот, это силикагель. Это тот пакетик, который забирает влагу. Так как таблетки сжевательные, они легко разжевываются. То есть, они не такие твердые. Ну, например, как чеснок. Да, но чеснок и не нужно разжевывать. То есть, они сжевательные. И, чтобы они не набрались влаги, мы плотно закрываем крышечку. И силикагель мы не выкидываем. Этот пакетик мы держим до последней таблетки. Мы держим в этой баночке. На обратном стороне они такие обычные. То есть, без рисунка. Очень рекомендую. Очень вкусно и полезно. Так, вот все, что я хотела сказать о бифидозавриках. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. Следующий обзор. Это будет долгожданный кофермент Q10. Или еще называют его коэнзим. Поэтому, если вам интересно, пожалуйста, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго. До новых встреч. И я желаю вам и вашим детям здоровья. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова